Дорогие друзья, всем доброго дня и отличного настроения! С вами команда Николая Сомсикова, агент служимости «Титул». Меня зовут Артём, и сегодня мы вместе с вами изучаем достаточно интересный дом, полноценный, отдельно стоящий, который располагается в селе Правокумское. Это Левокумский район Ставропольского края. Собственно, название берётся от реки Кумы, которая разделяет два населённых пункта. Левокумское районный центр, 3 километра отдаления. И также мы располагаемся между двумя городами. Это Будённовск и Нефтекумск. Примерно равное отдаление между нами по 45 километров в зависимости, как выезжаем. Направо Нефтекумск, налево Будённовск, за ним уже Зеленокумск, Георгиевск и города Кавказских минеральных вод. Доменвод 180 километров. Если у вас останутся какие-либо вопросы, вы всегда можете спуститься в описание, прочитать подробную информацию о данном доме, но и найти номера телефонов и собственника, и нашего специалиста. Собственником обсуждаем все вопросы, касаемо участка. Наш специалист вам поможет подыскать другие объекты недвижимости по Ставропольскому краю, Краснодарскому краю, Ростовской области. Мы большое количество уже объектов посмотрели. Ценовые категории, конечно же, разные. Под ваши критерии подберём обязательно дом, который вам будет по душе. Сейчас, друзья, я больше не затягиваю. Мы отправляемся сначала в центр Провокумского, познакомимся с самим селом. И что здесь у нас есть из инфраструктуры, как это далеко. Ну а дальше приступим к осмотру самого дома. Друзья, доехал до конца улицы, собственно, вот у нас автобусная остановка, продуктовый магазин Перекрёсток. И через дорогу сразу же двухэтажная школа кирпичная. И, собственно, далее направление центра. Здесь уже осталось буквально 400 метров. Ну и далее, друзья, мы появляемся уже в центральных частях, 650 метров от дома. Здесь у нас продуктовые магазины. Астория, Элит, пункт выдачи посылок Вайлберрис. Магазин Красное и Белое – это алкогольная продукция, продукты, питание. Следом Дома культуры. Там у нас будет скверовая такая часть и детские площадки. С правой стороны строительный магазин и цемент. Здесь всякий садовый инвентарь, тележки, тяпки, гравли, всё что угодно. Ну и также при домах, вот у нас с жёлтым таким фронтоном, будет постройка салона красоты. И, собственно, направление нашего дома. Вот он, главная дорога направо и налево к магазину Перекрёсток. Всё, мы оказались уже опять у дома. Ну и, как вы понимаете, от центра-то я далеко и не отходил. Вот тот самый цементный магазин. Вон вывеска между туями Красное и Белое. Сам Дом культуры с этой стороны. Внутри двора которого располагается банкетный зал Олимп. Там же располагается отделение Сбербанка. Ну и здесь сделали достаточно неплохой как бы сквер для детей. Действительно, вон у нас брусья, турники и множество качель. Всё в тротуарной плитке. Для детей также предусмотрели трассу под ролики, скейты, самокаты. Что не в каждом селе, друзья, встретишь на самом деле. Вот такая, можно сказать, что центральная часть. У нас получается история такая, что за Домом культуры напрямую там располагается школа двухэтажная. Мы имеем три детских сада. Он будет вот напрямую. Меня, скорее всего, не пустят просто-напросто на эту территорию. Там видно, что беседки пошли. И вот примерно в этом направлении, на отдалении метров четырёхсот, у нас располагается медпункт. Акушерский пункт. Собственно, вот такая история, друзья. Здесь не мудрено, потеряться не получится. Автобусные остановки и здесь у нас находятся, и конкретно на нашей улице есть расположение рядом с магазинчиком. Поэтому село довольно-таки простое. Ну и что касается водоемов и источников, друзья. Первый Терско-Кумский канал располагается на отдалении двух километров от нашего дома. Конкретно село Правокумское, вот на возвышенности в зелени, это оно и есть. И дорога, соединяющая Левокумское и Правокумское. Не могу точно утверждать, что здесь ловят рыбу. Вблизи с минеральными водами в таких каналах точно ловят рыбу, это я уже знаю. Потому что сами там останавливались. Это первый канал. Следующий будет у нас Кумоманочский канал. И эти водоемы, протоки, создают некоторые пруды, где точно будет рыба. Я знаю, что вот Маныч, допустим, там мужики катаются, ловят рыбу. Водоемы здесь есть. А вот и второй канал, который располагается уже ближе к селу Левокумскому. Ну здесь проток воды достаточно хороший. Видимость, конечно, минимальная ввиду растительности. Немножко если так в сторону отклониться, будет понятно. Но и на этом давайте возвращаться все же к дому. Сама постройка сделана из Сомана. Следом она поштукатурена. И в качестве облицовки нанесен цементный слой. Ну и, естественно, подкрашена. Фундамент сделан из камня. Цокольная часть достаточно высокая, сантиметра 40, может быть 50, подкрашен. И кровля у нас 4 ската из шифера с металлическими коньками. Окна по дому стоят все пластиковые. Сырости, плесени в доме нет. Я буду проходить, показывать вам каждое окно. Собственно, вот так дом выглядит снаружи. У нас имеется небольшой палисадник, огороженный сеткой, рабицей. Здесь цветы, хвойные растения, наверное, не затуи. Такие старенькие, конечно, уже. По цветам видно, что пионы уже все отцвевшие, конечно же. Но вы можете досадить. Может какие-то и плодовые деревья зачастую так сажают, добавляют. И давайте будем все же отклоняться. Пока что определяться с преддомовыми территориями. И попозже пойдем на участок. Здесь у нас лавка под плетущимся растением. Соответственно, у нас можно просто посидеть с соседями, пообщаться, как это происходит. Вот с правой стороны, там бабушка у нас с внуками сидит. Калитка, пеший проход. И ворота для въезда автомобиля под виноградную конструкцию, которая также высокая. И упор уже будет, конечно же, в гараж. Собственно, постройка соседская справа. Это, в общем-то, здесь проживает сама хозяйка. Два дома было в общих владениях. Здесь проживала семья, дети, семья разъехалась. Мужа не стало. И, собственно, вот хозяйка проживает справа. Она никуда от вас не девается, как многие думают, что все бегут куда-то. Она будет находиться здесь. Возможно, какие-то вопросы вместе будете обсуждать. И вот таким вот образом, чуть-чуть подальше, выглядит вся наша территория. Слева соседей у нас нет. У нас там через участок проход и дальше уже дома пойдут. Плюс там дальше еще новые дома строятся. Новостройки на этапе сейчас коробки пока что. И мы выходим на асфальтирную дорогу. Ну и направление от центра. Немножко отвлекли соседи. Вот здесь сейчас выехала белая машина. Она останавливается возле автобусной остановки. Общественный транспорт приезжает. И там же на углу располагается первый ближайший продуктовый магазин. Я заходил, покупал воду. Там колбасы, заморозка, крупы, воду. Такой хлеб можно приобрести. Далее у нас будет поворот, знак главной дороги направо. И вот желтый автобус стоит. Это вот направление в центр, где и был. Где была красно-белая строительные магазины. Собственно, от самого дома, вот конкретно откуда я сейчас стою, до центра 650 метров. Пешком мы проходим за минут 5 или сколько там, 7 возможно, если легким темпом, конечно же, идти. И чуть дальше проходя, у нас уже самые дальние точки. Это школа, детский сад, фельдшерский пункт. Где-то расстояние будет километр 200, километр 300. Возвращаемся назад. У нас немножко дорога на возвышенности. Дом как бы вниз проходит. И вот таким образом у нас осуществляется заезд на наш участок. К соседям, либо же к нам. Насчет дождей, всяких таких ситуаций. У нас немножко поднята земля, как бы видим здесь. И у нас вода просто во двор не затекает. Она уходит вот в бока. Теперь будем проходить на участок. Сначала на двор, под виноградную конструкцию, где мы были изначально. Осмотрим все снаружи. Все хозпостройки, полезные пространства. И, конечно же, будем осматривать сам дом. Въезд. У нас бетон. Ну, есть некоторая рельефность. Не скажу, что здесь машина не заедет, она заедет легко. Ну, немножко подровнять, где-то подлить. Сейчас я калитку закрою до конца. В теории не мешало бы. Виноград. У нас здесь три сорта, как я увидел. Первый это вот винный мелкий виноград. Сладкий достаточно, я уже попробовал. Здесь что-то по типу молдовы. Вот с правой стороны более крупные ягоды висят. Винограда валом. Собирать его будет много. Можно. И вот он белый. Вот этот виноград я попробовал. Очень сладкий. Я не знаю, хоть на сок пойдет уж точно. Но вот вкус такой аж пряно-сладкий. И вот дальше продолжение упор в гараж. Здесь у нас есть калитка-переход между участками. Естественно, что две семьи жили. Там уже, когда приедут новые владельцы, хотите, сплошняком поставьте заборы. Конечно же, решение ваше. А возможно, вы будете куда-то уезжать на отдых, к примеру, по работе. Кто-то у нас, зачастую я встречаю наших покупателей, кто-то в вахте работает. Если уехали, вот можете ключ оставить, допустим, чтобы женщина просто присматривала. Хотя бы элементарно. Поэтому она и сейчас здесь живет, наводит прядки, подметает, периодически убирает. Здесь у нас также палисадник за виноградом, цветов множество. И что я могу сказать? Что окон, как таковых, здесь не выходит. То есть вот она вверху у нее окна. Окна это кухня. Здесь душевая. Я тоже уже внутри бывал. То есть к вам во двор заглядывать незачем. Просто незачем. И давайте уже будем обращать внимание на стены. Как выглядит дом, сама постройка. Будет оставаться множество мебели. Практически вся. Кондиционер и такое никто ничего не снимает. Есть некоторые полоски. Я не буду их исключать. Цементный слой на то и существует. Он может где-то подлопнуть, где-то подсохнуть, естественно. Но это миллиметровые полоски каких-то серьезных нарушений. Там трещин. Особенно сквозных. Я недавно осмотрел такие дома. Это ужас. Для покупателя ездил. Хорошо, что я поехал. Здесь этого нет. И у нас в продолжении. Так как у нас кухня была отдельная. Сейчас она как бы совмещена с домом. Внутрь, когда зайдем, вы поймете. Саму суть. То есть у нас она как бы и снаружи, а вроде уже и внутри дома. Давайте не будем тянуть так же время. Переходить по всем хозпостройкам. Мне просто участок действительно понравился. Дом вполне неплохой. Особенно на фоне того, что я смотрел последние... Ой, недели три, наверное. Вы, если в телеграм-группу подписаны, друзья. Там зачастую выкладываются фотографии того, что мы посещаем. Или видеоролики. Целый ужас. И причем цены 4 миллиона. Я еду, фотографии посмотрел. Конечно же заранее. Вроде бы все красиво. А там целая трагедия. Трещины, рвущий дом. Дом отапливается форсункой. Хотя он более 100 квадратных метров. Я понимаю, что дальние уголки просто не дотопить. Кухню и зал она не отапливает никаким образом. Хозяин говорит, да нет, все хорошо. Дом просто оббит пенопластом в качестве утепления. Это вот постройки в 3-4 миллиона. Здесь все аккуратненько. Гараж, машина, легковушка у нас становится. Вот у нас снизу можно там где-то под капотом посмотреть. Масло посливать. То есть некоторая емкость у нас есть. И вот такого плана гараж. Гараж сделан из ракушечника. Кто не знает, этот камень. Его еще так же называют Бурлацким. Не так уж далеко это село находится. Вот такие пеленые камни. Оттуда приезжают. И кстати у нас по Ставропольскому краю. Особенно район Светлограда. Множество домов из этого камня строится. В один и в два этажа. Здесь сейчас я гвоздик отогну. В общем-то полезные такие хозпостройки по высоте. Ну вот это правая, самая нижняя. Можно сказать, что здесь нужно немножко коленки-то согнуть. А гараж все заходится аккуратно. Ну в итоге полезные пространства. Вот так же резину и какие-то катки поставить. Велики, тряпки, тяпки, грабли, что угодно. Или же в итоге это может быть просто хозпостройки. Мы дырку пробиваем на обратную сторону. Там у нас уже естественно земельный участок. Огораживаемся ткурабицей. И у нас спокойно территория выгула нашего хозяйства будет. Как и вот здесь это все сделано. То есть выход на ту сторону. Не нужен гараж. Не нужна эта постройка, как такое свободное помещение. Приводите в сарайчики. У нас так же часто бывает, что приезжают люди, кто... Ну не владеет машиной, не собирается владеть. Здесь летний душ. Вполне, кстати, неплохой. Бак, оцинковка достаточно большой. Тут литров на 150, наверное. И сам душ. Вот по лету. Ополоснуться, особенно в прохладной воде. Одно удовольствие. Стены с этой стороны буду показывать. Так как у нас вот окончание дома. Потом мы сделали такую переходную территорию. И это все будет кухня. Кухня, кстати, просторная, большая на самом деле. Заход к кухне есть. И с этой стороны, с улицы мы можем зайти. Но внутри побудем. Дверь поймете, откуда ведет. И это уже в подвал. То есть хранение всякой солки, растительности. Все, что мы с участка собрали. Это все происходит здесь. И вот у нас также эта дверь. Переход на земельный участок. Давайте пока что определимся с ход постройками до конца. Первое, что здесь у нас содержалось зерно. Сейчас это чуть-чуть добавлю. И вот таким вот образом у нас есть отсеки. Либо зерно, либо, может, нутрядники какие-то будут там. Решайте, конечно же, сами. И вот у нас получается, что проход к кухне. Мы там ящичек какой-то достали из подвала или банку. Или наоборот заносим. И спокойненько в зиму мы не по улице переходя. Идем спокойненько внутри. И подвал. Вполне комфортный спуск. В полный рост стою. Тут металл. Кирпичом все выложено. Ну, по полкам добавить или убавить. Смотрите сами, конечно же. Места здесь достаточно немало. Так, я сейчас отсюда покажу вам все это пространство. Хранить вполне вероятно. На пол, допустим, постелить поддоны. Или просто доски какие-то. Ну, поддоны самый простой вариант, наверное, дешевый. И там уже складывайте все, что хотите. Так, свет сейчас, подождите, я выключу, чтобы потом я не оставил все это в включенном состоянии. Возвращаемся на улицу. Этот кран у нас центральной воды. То есть, напоить хозяйство то же самое, если необходимо. Можно отсюда. Ну, или шланг протянуть. Вот машина спокойненько сполоснули себе. Причем, друзья, у нас двор. Ну, как вы понимаете, что немножко наклон имеет. Несильный. И у нас вот труба выходящая. И она выводит всю дождевую воду, которая у нас скапливается во дворе. То есть, у нас вода не застаивается. Вот она обратная сторона хозпостроек. Здесь сеткой мы можем просто огородиться и сделать выгул. Ну, а дальше будет, конечно же, садово-огородные территории. По деревьям. Яблоки. Яблок, кстати, много будет. Груши. Орех грецкий. В конце будет куст фундука. Вишня. Но пока что спускаемся. Я вам показываю сам участок, где делались посадки. На данный момент хозяйка, ну, вот, подстригает траву. Тоже тратят денежку. Как бы люди приезжают, делают это все. Молодец. Не делая так, чтобы участок там выше головы трава стояла. И у нее, вот смотрите. Если вы видите, такие холмики как бы. И получается, не знаю, как выемка такая, вмятинка. Это, собственно, вот труба, откуда поступает канальская вода. И вот тут существуют вот такие вентиля. Мы их открываем. Труба. И, собственно, вот пускаем в эти же лобки. У нас протекает на полив вода. Со всех сторон, в принципе, вы можете свой участок заливать. И вот они дальше продолжаются. Еще. Еще, еще, и еще. Они на двух хозяев. То есть, вот правая сторона, левая сторона. Как хотите. Ну, счетчики, естественно, по-разному мотают. По-моему, даже оплата почасовая. В конце видно чуть кукурузы есть. Еще вишни. Но участок нужно приводить в порядок. Не скажу, что он в запустении прям в конкретном. Но перекопать, где-то повырвать траву. Один сезон уделить этому внимания нужно будет. Ну, а у хозяйки можно посмотреть, что вон перцы, огурцы, кабачки, кукуруза. Помидор много. Еще вон у нас посадки. Яблоня красота. Просто эти розовые яблочки. У нас тоже самое. Яблоки есть. Если надо, отростки можем брать. Хотя хозяй, как вы понимаете, что большинство даже и не собирает. Что-то на сушку она пускает. Внуки говорят, приезжают. Они прям как чипсы их едят. Нравится. А так, может даже и поделиться. Виноград у нас висит. Его не собирают особо. Вино, сок делать, да и некому особо. Вот такой вот итоги у нас участок земельный. Он 10 соток всего с домом, если брать. То есть поработать немножко для себя. Возможно, подсадить захотите. Вот, пожалуйста. Не хотите хозяйство можно завести. Пускай у них будет территория выгула. Не хотите то и то, то может быть плодовые деревья какие-то. посадить, да и пускай они там себе растут. И на этом, друзья, я предлагаю, конечно, заходить в сам дом. Но уже не через кухню, а через парадный вход, как и полагается. Здесь у нас три ступени с бетона. Ступени, ну, не скажу, что... Опа, окошко. Не скажу, что сильно высокий. То есть подъем вполне свободный. Перелка может с какой-то стороны поставить. Чтобы если старички будут, то на прихват. И первое у нас... О, естественно, прихожка. Сейчас я развиваюсь быстренько. То есть пространство под... Зайти из семьи разутся. Снять верхнюю одежду, обувницы, шкафчики какие-то доставить. Вполне есть. Полы по дому будут деревянные. Линолеум. Ну, это будем еще подмечать по каждой комнате. Здесь у нас также вынесена чугунная батарея. Вот как раз таки обувь по зиме. Там дети не знают, откуда у нас пришли. На санках, может, гуляли, катались. Посушить у нас вполне вероятно. Ну и давайте я вам сейчас туда напрямую. Сначала показываю дверь, ведущую в санузел. Тут у нас небольшой спуск. Получается унитаз. Стиралка легко вмещается. Раковина и сама ванная. Ванная средних размеров. Достаточно чистая. Вот она с пластиком подбита половинка. И дальше уже обои. Но обои я же, не знаю, считаю, что можно обновить. Или как-то переделать. Ну, совсем обои убрать, что-то другое, допустим, добавить. Там также вы же смотрите по средствам, конечно же. А так, приехал. Туалет есть, стиралка есть, ванная есть. Пользуйся, укупайся. То, что там потихонечку переделать, это все вероятно. Ну, недавно смотрел дом саманный. В общем-то, там волна такая. Не знаю, может, на доску для серфинга, но не кататься визуально. Там переклеить обои я не представляю, как. Вот просто не представляю. Вот такой у нас переход в итоге получился. Из дома сделали пристрой к кухне. Здесь же располагается котел. С левой стороны колонка нагреваем воды. И, в общем-то, вся территория кухни. Досычно немаленькое помещение, скажу вам сразу. В отдалении от спальных комнат и зала. То есть, здесь и праздник какой-то провести можно. Просто там, допустим, обеденный стол поставить. Если приедут родственники, к примеру, или семья побольше приедет. То места хватает вполне. Тут телевизор поставь, и вот целый день можно проводить спокойненько на кухне. И в итоге мы имеем вот такую территорию для готовки. Рабочая кухонная зона. Четырехкомфорочная газовая печка. Вполне в хорошем состоянии. На угол у нас уходит вода, раковина, мойка. И вот в столешнице полок под посуду целое море. Может быть здесь потолок, ну не такой высокий, как в самом, конечно же, доме. Но по высоте, если так брать, где-то 2.30. Потолок будет. Пол достаточно ровный, теплый. Линолеум мягкий уложен. И вот сами планируете, конечно же, что у вас здесь может быть. Холодильники, холодильник ларь, любые шкафы, любые диваны, столы большие. Спокойно себе расставляйте. Пространства достаточно немало. И вот у нас как раз та дверь, которая ведет либо... Так, сейчас... У меня даже закрыли. Или подождите. Она просто прокрашена. И поэтому подсохла. Вот у нас выход. Вот у нас к подвалу. Вот такая ситуация. Котел оставили конкретно этот, потому что он экономично работает. У хозяйки, у бабушки поставили новенький. Она говорит, что я на свой дом у нее меньше. Плачу больше, чем здесь на отопление. В итоге вот так все это выходит. Тут насос, разводка вся пошла туда дальше. Ну и на этом давайте возвращаться из кухни. Ступени. Также тут невысокие. Два кирпича. То есть подъем у нас абсолютно легкий. И уже переход в жилые спальные комнаты. Первая комната, это можно сказать, что гостиная, проходная комната. На полу также линолеум. Полы деревянные. И вот, собственно, все ее пространство. Даже немаленькая комната. Тут и телевизор, и диван. Все поместится. Окна-то, как я говорил, что все чисто, аккуратно. Буду подходить, показывать. Вот там скотчем справа подклеивали. Может, за время использования где-то что-то поджелтело. Ну вот, есть всякие пятнышки. Это просто прокрасить. Обновить. Какая-то грязь может появиться. Сейчас в доме просто и не живут. Хозяйка говорит, мне оно и не к чему одной находиться на таких пространствах. Следующая комната, это спальня. У нас тут, как таковых, порожков-переходов нет. Линолеум на полу также. И, в общем-то, по пространству, смотрите, двухспальная кровать. И, в принципе, переходы слева-справа у нас свободные. Здесь налево чуть больше. Выделили пространство, направо сместили. Ближе к окну. Окно, как точка света стоит. Отопление у нас трубы по периметру комнат. Это две штуки. Вроде бы даже сотка. То есть, утапливают дом они вполне. Итак, давайте подойдем к окну. Я вам покажу еще и толщину стены. Если брать от начала до конца, ну, 40 точно есть. И вот сейчас, учитывая, что не работает кондиционер, на улице солнышко светит, тепло, естественно, в доме достаточно прохладно. Вот просто находиться в посидимной одежде, там какие-то, не знаю, футболка, шорты, штаны, ну, или хозяйки, ну, может, там, халат какой-то, ночнушка, пижама, неважно, в общем-то, что за одежда. Вполне комфортно находиться без включенного кондиционера. Вот это и есть плюс саманного дома, что он по лету не нагревается, как кирпич, то же самое, он по лету, пожалуй, набирает температуру, а ночью всю температуру тебе в дом загоняет просто. А зимой, наоборот, при топке, тепло у нас остается больше в доме. Да и сам саман, он такой, что его сейчас пилишь, ну, до искр доходит, что он практически каменный. Еще одна комната, вполне хорошее пространство. Вот вы рассчитываете, что у нас две изолированные спальни, и можно сказать, что гостиная плюс зал, наверное, так. Ну, я думаю, что все время будет либо на улице проводиться. Вот виноградник у нас, там какой-то столик поставить, кран протянуть, чтобы водички на вред попить. Либо же на кухне. Эти окна, которые выходят на дорогу, на лицевую часть, я вам покажу так же. Собственно, вполне нормально. Ну, вот такие там маленькие разводы, пятнышки. Это не плесень, естественно, то есть это не грибок. Это вот от скотча, от скотча, от скотча. Чтобы было понимание, что это не грязь. Ну, именно, что это не плесень. И давайте тогда пойдем через последнюю дверь в еще одну спальню. Также немаленькая комната, в принципе. Для ребенка, для подростка, даже для взрослой супружеской пары поставить двуспальную кровать. Здесь места будет хватать. Ставьте, естественно, друзья, что хотите, делайте на своем участке. Я вам вообще никакой не советник. Возможно, пространство я вам хочу передать, чтобы вы понимали, что здесь через камеру виднеется, может, одно, по факту другое. Ну, то есть здесь состояние, там, двуспальная кровать, шкафчик, какая-то тумбочка здесь вмещается. Что вы будете делать, я вам не хочу советовать. Это не мои дела. Это уже все ваше решение. Поэтому пишет кто-то в комментариях, что вот раздражает, что вы советуете там поставить то, там поставить это. Ну, я не знаю. И вот еще окна у нас. Ну, тут шкаф мешает, как бы, подходу. Давайте я сейчас в сторону 4-2. Немножко запутался. Ну, его как-то лучше на комод, наверное, поменять, чтобы он не скашивал свет с окна. Ну, а так, так же смотрите сами. В итоге, что мы имеем? Изолированная спальня раз. Зал-2. Гостиная комната-3. И еще одна изолированная спальня. Далее у нас будет прихожая, вполне неплохая. И санузел. Сам дом, вот эту часть, которую мы прошли, 80 квадратных метров, это уже остальное все кухня. То есть там еще, наверное, сколько-то будет забирать. И кухня вполне хороших размеров. То есть в доме не запутаешься, никакой не лабиринт. Абсолютно свободные переходы. С любой стороны заходи. Все хорошо. На этом давайте выходить на улицу. Ну и, собственно, друзья, вот такой сегодня дом вместе с вами мы посмотрели. Достаточно просторный, чистый и уютный. Если остались вопросы, в описании все контактные номера. Также оставляем ссылки на социальные сети нашего специалиста. Если вы интересуетесь переездом в другие населенные пункты, смело обращайтесь. Солнце прямиком в глаза светит. Друзья, на этом будем заканчивать. Спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. Всем пока.